Сейчас в Украине действуют правила. Половина песен в радиоэфире должна быть написана и исполнена украинскими авторами. При этом на каком языке, русском, украинском или английском, неважно. И вот сейчас власти решили придать этому значение. С ноября каждая третья песня должна быть на украинском. Мы переходим на такую европейскую норму. Мы начинаем защищать именно украинский язык в песнях. Это будет способствовать появлению новых песен, новых исполнителей и вообще для украинского музыкального рынка это очень хороший знак. На украинском языке в эфире должно быть 35% песен. Для станций, транслирующих в основном западную музыку, предусмотрена пониженная квота – 25%. А чтобы украинские продюсеры не хитрили и не сдвигали украиноязычные песни на непопулярное ночное время, власти обязали ставить их в прайм-тайм. Я хочу, чтобы мои внуки, мои дети тоже слушали украинские песни, хотя я русскоговорящая. Мне все равно. Я радио редко слушаю. Я за. Почему? Ну потому что мы живем в какой стране? В Украине. Значит, все должно быть украинским. Сами радищики в своих мнениях разделились. На радиолюкс-ФМ новый закон поддерживают. Играет здесь в основном поп-музыка, украинская, русская и западная. Но менять свой контент уже готовы, говорит продюсер и ведущий Евгений Фищак. Я общался со многими артистами топового уровня. И я вам скажу, что все абсолютно нормально это восприняли, и у них есть уже готовые материалы на украинском языке. А на радиолюкс-ФМ против нововведений. Считают, новый закон смогут выполнять только популярные топовые станции. Ну сам жанр таков, что даже те музыканты, которые в Украине пишут лаунж-музыку, они, как правило, исполняют этот лаунж на английском языке. Нам нужен постоянный приток нового материала, которого, к сожалению, сейчас нет. Следить за выполнением закона будут в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. Штраф за несоблюдение закона – 5% от стоимости лицензии. Но владельцев радиостанций санкции не остановят. Уверен экс-член надсовета по телевидению и радиовещанию Игорь Курус. Прогнозирует, нормы закона будут нарушаться массово. В Украине где-то около 20 станций общенационального покрытия. Нам надо в сутки, чтобы одна станция имела 84 песни, например, в джазовой музыке или в роке и так далее. Но их нет. Радиостанции – это бизнес-структуры, имеющие одну простую задачу – зарабатывать деньги. Они несут обязательства нести культуры в массы, воспитывать зрителя или слушателя. Новые правила будут вводиться постепенно в течение трех лет. Специалисты добавляют, если радиостанции будут стараться выполнять закон, они могут потерять часть слушателей и, соответственно, рекламодателей. А потому рискуют просто стать нерентабельными. Марина Ступак, Евгений Педин. Настоящее время. Киев.